Представители «Энергосбыт-Плюс» совместно с судебными приставами провели рейд среди злостных неплательщиков. Азбестовцы задолжали за электроэнергию порядка 25 миллионов рублей. Участники рейда посетили 12 абонентов, задолженность которых достигла 100 тысяч рублей. Основной причиной задолженности энергетики называют низкий уровень платежной дисциплинированности граждан. В Азбесте горожане задолжали за электроэнергию порядка 25 миллионов рублей. Около 7 тысяч должников имеют просроченную задолженность в сумме более 13 миллионов. Счет за электрическую энергию, если говорить об оплате коммунальных услуг, он не такой уж и большой, от 200 до 600 рублей, в зависимости от того, как пользуются электрической энергией. И если его оплачивать своевременно, ежемесячно, то долга такого большого, как у наших должников, а есть долги у нас по списку и 30 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, можно и избежать. Хотелось бы сказать жителям, что можно управлять экономией электрической энергии. Можно устанавливать светодиодные лампочки, которые потребляют минимум электрической энергии, но отдают много света. Можно установить современные электросчетчики, приборы учета. И наша компания предлагает и установить, и купить эти приборы учета. В принципе, жители могут прийти к нам в офис на Мира-2-2 и ознакомиться со всем перечнем товаров. Такие рейды по должникам проводятся несколько раз в месяц. Для снижения задолженности специалисты вынуждены идти на крайние меры. Это и полное ограничение режима потребления электроэнергии, и направление искового заявления в суд. Ежемесячно направляются исковые заявления о взыскании задолженности. По решению суда производится арест банковских счетов, карт, пенсионных накоплений, движимого и недвижимого имущества. Устанавливается запрет на выезд за пределы страны. Ситуация в Возбейсе очень тяжелая. Очень большая задолженность за коммунальные услуги, за свет, за газ, за отопление, за все. И ежемесячно мы взыскиваем где-то 4 миллиона рублей. С наших должников мы в доход управляющих компаний. Мы начинаем с ареста счетов в любом банке абсолютно. Арест имущества, бытовая техника, машина, квартира, любое имущество, которое зарегистрировано задолжником. Ограничения на выезд. Также по месту работы направляем. Пенсионный фонд у тех, кто является получателем пенсии. Вот это комплекс мер, которые мы применяем для взыскания задолженности. Специалисты призывают горожан не копить долги и вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги. Если уже имеется задолженность, не стоит ждать, когда арестуют зарплатную карту и отключат свет. Специалисты Азбестовского офиса продаж и обслуживания клиентов «Энергосбытплюс» готовы рассмотреть варианты предоставления рассрочки для погашения задолженности.